Приветствую вас на курсе платформы ВК МиниАпс. Меня зовут Егор Кузнецов, я отвечаю за дизайн в продукте ВК Знакомства. Наш сервис тоже начинался с платформы МиниАппов, пока не превратился в самостоятельный раздел ВКонтакте, а затем и в стендалон приложения. В этом уроке я расскажу о том, как перейти от этапа прототипирования к дизайну экранов. Этот процесс можно условно разделить на 4 этапа. Концепции, дизайн основных сценариев, системы и стили и передача в разработку. Давайте подробнее остановимся на каждом из них. Все начинается с дизайн-концепций. Здесь мы продумываем внешний вид и структуру главных экранов, пока не пытаясь охватить весь функционал. Наша задача – задизайнить 2-3 основных экрана, которые будут диктовать стиль остальным разделам приложения. Например, в приложении с доставкой еды это может быть список ресторанов, карточка блюда и профиль. Итак, мы определили ключевые экраны для проработки, и теперь можем приступать к ресерчу. Это самый первый этап создания концепций. На нем мы должны собрать требования и ограничения, которые помогут сформировать внешний вид продукта. Мы должны задать себе ряд вопросов. Например, кто наша аудитория? Есть ли у нас конкуренты? Как они выглядят? Какие платформы мы хотим затронуть? Какие приложения уже существуют? Что в них хорошего? Что плохого? Отвечая на эти вопросы, мы сможем понять, что мы хотим сделать и для кого. На этапе ресерча мы как минимум понимаем, для каких устройств нужно делать дизайн и какой образ мы хотим создать, чтобы выглядеть выигрышнее на фоне конкурентов и решить задачи наших будущих пользователей. Итак, переходим к пикселям. Чтобы начать собирать макеты, вам понадобится наш основной инструмент Figma, открытые библиотеки VKUI и ваш собственный творческий взгляд. Почему мы рекомендуем использовать VKUI? Потому что это сильно экономит время. Компоненты этой системы гибкие, хорошо выглядят и отражены в кодовой библиотеке. Поэтому мы можем собирать дизайн, как лего кирпичик за кирпичиком и быть уверенными, что разработка реализует их максимально близко к макетам. Вы спросите, где же здесь творчество? Я хочу творить. И эта возможность у вас, конечно же, будет. VKUI покрывает не все на свете. В вашем продукте могут быть функции, требующие создания новых кастомных компонентов за рамками VKUI. Мы не препятствуем этому кастомизировать нашу систему нормальная практика. Главное помнить о том, что любой кастом – это время и поддержка. Ведь элемент должен хорошо выглядеть на всех платформах. Если в вашем проекте планируется отличный от VKUI стили или компоненты, стоит организовать их прямо в файле, чтобы быстро переиспользовать. Пример организации стилей вы можете изучить в Figma-файле, который мы заботливо собрали и приложили к материалам курса. А мы двигаемся дальше. После того, как мы собрали основные экраны, можно переходить к финальному дизайну и детализации основных флоу. На этом этапе мы применяем стиль, выбранный на этапе концептов, к основным флоу, проработанным на этапе прототипирования. Здесь же стоит подумать об адаптивности и навигации. Как будут осуществляться переходы между разделами? Нет ли там тупиков? Как будет выглядеть интерфейс на большом или критически маленьком экране? Не забываем и о состояниях. Ведь разделы приложения могут крашиться, ловить ошибки, красятся в темную тему, иметь или не иметь контент. Поэтому дизайн должен учитывать разные состояния интерфейса, при этом быть единообразным и последовательным. Чтобы сделать предсказуемый дизайн, используйте реальный контент. Наглядный пример. В макетах блюд ресторанов вы, например, использовали красивые фотографии бургеров на черном фоне, в то время как в реальном продукте сотрудники ресторана загрузили, ну, например, фото с белой подложкой, и они слились с фоном. Чтобы избежать этих неприятностей, стоит выяснить заранее, какой контент будет в реальном продукте. Поговорим о дизайн-системах. Простыми словами, это набор описанных правил, паттернов, стилей и компонентов интерфейса, собранные в одном месте и призванные ускорить создание макетов. Например, дизайн-системы VKUI используется во всех сервисах ВКонтакте. Это гарантирует единообразие продуктов и прозрачное управление в едином месте. Например, если поменять цвет кнопки в одном файле, она поменяется во всех флоу всех продуктов. Стоит отметить, что дизайн-системы полезная вещь, но трудоемкая в разработке и поддержке. В ВКонтакте этим занимаются отдельные команды. Поэтому в небольших продуктах не всегда резонно использовать такой глубоко системный подход. Следить за единообразием позволяет использование готовых систем, таких как VKUI. Вам не нужно думать о ее поддержке, достаточно просто собрать макеты на ее основе, а кастомные компоненты, которые выходят за рамки системы, хранить отдельно у себя в файлах. Обычно это небольшой список, за которым легко уследить. Дизайн готов. В дело вступает разработка. Обсудим, как эффективно и без потерь передать результат вашей работы. В первую очередь убедитесь, что ваши экраны правильно названы и разбиты на флоу. Разработчик должен понимать, что происходит на конкретном экране и куда он ведет. В основные ветки следует разложить ключевой путь пользователя, а в дополнительные различные состояния, корнер-кейсы или, например, макеты на темной теме. Отдельно следует положить картинки, иллюстрации и прочую загружаемую графику, чтобы разработка могла без труда ее скачать. Пример организации можно посмотреть в файле, приложенном к материалам курса. Не лишним будет презентовать свой дизайн голосом, чтобы самому еще раз окинуть взглядом флоу и получить фидбэк от разработчиков. Все мы люди, и нам свойственно забывать какие-то вещи. В коде своя специфика, и мы могли попросту не знать о каких-то ограничениях, которые могут вылиться в доработку флоу. Закладывайте несколько итераций на допил макетов перед тем, как они уйдут в реализацию. Красивых вам макетов, друзья! Удачи!